Строительство уникального спорткомплекса началось два года назад. На время проведения игр работы были приостановлены. Сейчас ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. В строительстве задействовано свыше 500 рабочих. Четырехэтажный центр не имеет аналогов, говорит директор Югспорта. Здесь жить, тренироваться и состязаться смогут сборные со всех регионов страны. 13 олимпийских видов спорта получат здесь прописку, постоянную прописку в этом центре. Более 100 спортсменов смогут там проживать, питаться. Тренажерные залы, восстановительный центр, продолжение медицинского нашего центра, спортивная наука. Все эти направления получат свои помещения, прекрасные помещения в этом центре. На третьем этаже расположен самый большой многофункциональный спортивный зал. Помещение сможет трансформироваться под игровые виды спорта, а также для занятий и состязаний в единоборствах. В эксплуатацию зал планируют сдать в июне, а пока здесь орудуют строители, монтируют конструкции для инвентаря, проводят инженерные сети. В проекте не применялись стандартизированные проектные решения. Самое сложное – это реализовать те уникальные проектные решения, которые прорабатывались в течение нескольких лет, ну и в итоге отдать это все спортсменам на благо российского спорта. Еще три спортзала находятся на первом и втором этаже. Они будут принимать спортсменов по художественной гимнастике, тяжелой атлетике и других видов спорта. Одними из первых преимущества спортивно-тренировочного центра оценит национальная мужская сборная по боксу. Здесь 20 мая они будут готовиться к чемпионату Европы, а летом в центре частично разместятся участники первого в России футбольного лагеря. В Сочи клуб «Барселона» приедет 12 июня. Более 500 детей в возрасте от 6 до 13 лет будут тренироваться на искусственном поле центрального стадиона. Испанские тренеры поделятся секретами игры футбол и с российскими спортсменами. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.